Воскресенье 23 августа Благовещенск откроет рот. Не совсем обычный чемпионат, с не совсем обычным названием пройдет в Благовещенске. Зачем Благовещенску открывать рот? Вот об этом сегодня мы поговорим с нашими гостями. Это организатор отборочного тура чемпионата по чтению слуха, откроет в Благовещенске Евгений Еремин. И член жюри этого отборочного тура, телеведущая Елена Лазутина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Выходит, что так. Ой, здравствуйте, Елена. Давно не виделись, да? Евгений, начнем с самого начала. Давайте. Почему? Как пришла идея этот чемпионат провести в Благовещенске? Как вы вообще на него наткнулись? Ну, я уже много раз рассказывал, сейчас попытаюсь что-нибудь другое придумать. Версия, следующая версия. Нет, шучу. На самом деле, вот все, что связано с чтением слух и все, что связано со спонтанностью и с импровизационностью, это меня давно и глубоко волнует. Я этим занимался где-то с 2006 года, когда преподавал... Ну, читаешь-то ты вслух чуть-чуть? Чуть-чуть раньше, где-то с 2005 года начал читать уже первые слова такие, да? Вот. Я преподавал в педуниверситете на кафедре международного отделения для иностранных студентов, для китайцев. Вот. И там столкнуться с такой трудностью. Ну, во-первых, это совершенно другая педагогическая установка. То есть там шагистика, вот муштра в Китае. То есть совершенно творческий потенциал. Там просто повторение. Повторение мать учения. Десять тысяч повторений, и ты профессионал. Да, все, засело, да, и ты профессионал. Вот. Потом там очень большая дистанция между преподавателем и студентом. И вот все это приходилось потихонечку как-то, ну, не рушить, а вот немножко тормошить. Разорвать шаблоны. Да, и где-то... Да, шаблоны вот эти, трафареты. И сталкивался всегда с чем, что пять-десять минут реально уходят впустую. Потому что вот этот зажим невозможно пробить. Они все сидят зажатые, и никто не начинает. Начинаешь по журналу спрашивать, никто не начинает. И вдруг мне пришла мысль. Мы сидели в учительской с коллегами. Преподавала на этой же как-либо моя младшая сестра. Я говорю, ты как вот выходишь из этого? Я вот, ну, никак. Десять минут вот это просто вот коту под хвост урока. А это же драгоценное время на самом деле. Я подумал, а почему бы вот это старинное наше советское правило не культивировать в наше время? Значит, я выбрал, предложил в группе китайским студентам, чтобы был дежурный. Чтобы был дежурный, и вот он встает и говорит, например, да, вот он просто говорит, сегодня такое-то число, какой-то день недели, такая-то погода. Ну, потом мы дальше весь этот топик расширяли, я говорю, а давайте сны, вот сны, вот что вам снилось сегодня? Ну, в основном нам снятся чесанчи и мама. Да, вот, и в это время пять минут, пять минут все балдели. У всех никаких зажимов, все понимали, что вот пять минут, пока дежурный говорит, они могут отдыхать. Вот, таким образом, как-то вот я получал вот такую атмосферу добродушную. Но потом я подумал, вот, а дежурный же, он же, ну, он же такой просто, вот, ну, вот на него же все как, у него же там шок какой-то. Вот, и я решил дать ему какой-то бонус, то есть вот придумалось такое для дежурного, что дежурный в конце вот этого своего топика, он говорит, а сегодня тема нашего размышления, и называл какое-то слово. Я называл это слово силы, ну, слово силы, это такое какое-нибудь архетипическое понятие, там, мама, родина, море, да. Чесанчи опять же. Опять же, чесанчи, конечно же, да. Вот, и надо было на тему этого слова сочинить где-то пять предложений. Вот, ну, например, это слово отец, да, вот они говорили, ну, мой папа много работает, я его почти не вижу, он уходит рано, приходит поздно, он ничего не говорит, приносит деньги, на день рождения подарки, я знаю, что он меня любит, но он никогда не говорит ни об этом. Например, вот такое мини-сочинение, да, там, пять-семь предложений. Так ближе к отрой рот. Да, так вот, 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 и потом я говорю, а теперь сушим, сушим, сушим вот эти липиды, вот эти все, вот. Вот, и там мы до трех предложений это все засушивали, потом до одного, и получалось, например, такой, такой однострок такой. Любовь отца молчалива. Да. Вот, ну, и это уже была поэзия, это уже была ритмика, это уже была метафорика. Вот, и вот из этого родилась идея сделать все это вот поэтической студии. Мы это назвали «Чайное дело», ну, такой, такой странный образ, вроде же в русском сознании чай – это как бы отдых, да, вот. А я, вот, будучи в хай-хай, увидел напрямую такое «Чайное дело», думаю, как классно звучит. И в процессе вот этой работы в этой студии родилась еще одна идея конкурса спонтанного стихосложения, когда вот это не на уроках сделать, а вот, вот, там, три минуты и пошло. Задаешь слово, например, на море, и начинаешь. Это жестко. Баттлы, баттлы, баттлы. Они такие вещи сочиняли, ну, вообще, ну, просто восхитительно. Ну, я надеюсь, будет попроще в воскресенье. Да, и когда я узнал, мне друг позвонил из Владивостока и говорит, слушай, мне попалась твоя книжка в призах. Я говорю, что за призы? Да мне тут, говорит, ящик достался, книг, там, 36 книг. Я говорю, а в связи с чем? Он говорит, вот у нас проводился такой чемпионат по чтению вслух. Вот, и дальше, говорит, «Открой рот» называется. Ну, то есть, вот, пошагово, такие какие-то вещи такие совершенно парадоксальные. Я говорю, а в чем суть? Ну, суть в том же, открываешь конверт запечатанный, вытаскиваешь книгу и без подготовки, опачки, где-то мы это уже слышали. Да, где-то король поэзии у нас проходил. Вот, ну, вот это все, это вот отсылки к политехническому, вот эти баттлы, да, Есенин, Майковский, да. Копнул, как это далеко. Да, нет, 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 это же пыль, это же пыль. Расскажите сначала. Они же так же… Это было сначала, да, 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 да. Вот, и он начал рассказывать, где-то есть такой Михаил Фаустов из Новосибирска, хозяин, книготорговец книжно-виниловой лавки «Собачье сердце». Очень такой человек интересный такой, не шаблонный, не трафаретный. И вот я так залез в интернет, в YouTube, это все отсматривал, отсматривал. Потом мы с ним связались, и я начал настойчиво его просить наш город ввести вот в этот маршрут. Ну, он сразу согласился, или это было сложно? Это было очень сложно. На самом деле, вот, например, в этом году заявку подавал Крым, например. И не вошел по каким-то таким организационным причинам, потому что очень трудно вот эту форточку найти между рейсами самолетными. Потому что, вот смотрите… Потому что Михаил Фаустов, он сам лично приезжает? Он лично, да. По-моему, он только в двух или трех случаях не приезжал. Вот за все это время, там, за четыре года. Да, то есть он в Магадан едет, а там рейсы там два раза в неделю. Потом Южно-Сахалинск, потом Хабаровск, и вот он вот… Слушайте, ребят, вы не находите, что даже если бы не было этого замечательного человека, массовика, затейника и паровоза этого дела, появился бы другой человек. Возник бы тот же самый Еремен. Я думаю, это тенденция. Потому что уже само время требует вернуть книгу, вернуть ее запах, вернуть свежую страницу, вернуть вот эту прелесть ощущения. Абсолютно, абсолютно. Это уже давно длится, это уже длится давно. Вот с тех страхов, когда вот эти электронные книги появились, и все начали пугать друг друга. Все, вот эта вот… Книга умерла. Не надо, все, никто не будет ничего покупать. Ну а как, а куда? Ну еще запах не научились продуцировать, да, генерировать у этих книжечек? Ребят, в Москве книжный магазин работает круглосуточно. Круглосуточно. Люди ходят с большими корзинками. Там специально сделаны диванчики вот такие тоже уютные, как у вас здесь. Они могут что-то даже полисать, посмотреть, насколько это мое почувствовать. И я смотрю, что это не просто такое хождение. Они набирают. В Китае мне чем-то должно быть. В Харбине, да, в Харбине. Пятиэтажный магазин, дом книги. Туда люди приходят с едой, с едой, с бутербродами, садятся на пол, берут книги. Читать можно сколько угодно. Это как библиотека. Ну это же у них, по-моему, государственная программа, что читать можно и нужно. Ну это так вот, ну для меня это было вот, ну, насколько притягательно, настолько удивительно. Ну как вот, вот к нам приходишь, да, вот в наш книжный мир, садишься на пол, берешь. И с бутербродом еще, да? С бутербродом, с пачкой молока, вот сидишь там и до вечера. Когда у вас закрывается? Восемь часов, ну, я еще успею. А я думаю, что придем. И может быть как раз благовещен в этом отношении. Он будет впереди. Потому что вот есть такие люди, да, которые отвлекаются. Я сразу сейчас начну заплетать косичку. Вчера, буквально, я мониторил, так сказать, эту тему чтения и наткнулся на такую информацию. Роспечать объявила вот в феврале месяце 15-го года, что Амурская область в самом конце списка по чтению, самое неблагополучное по чтению. Это откуда такая статистическая чтения? По каким параметрам? По количеству библиотек, книжных магазинов, по количеству акций, способствующих, так сказать, продвижению чтения и по тому, насколько эти акции поддерживаются правительством. Вот такие интересные такие пунктики. Вот по всем вот этим пунктам мы попали в самый конец списка. Давай с последнего. Давай сразу с последнего. Ты поддерживаешься правительство? Конечно, вот эта вот акция, которая вот, дай бог, она, так сказать, произойдет, вот, к которой мы готовимся, она просто вот эти все Роспечатьевские вот эти построения, она просто опровергает это просто на раз. Конечно, потому что нас поддерживает правительство области. Хабачко, Виктория Андреевна. Ну, Виктория Андреевна, это просто праздник, потому что когда я пришел, да, с этой идеей, она вот тут же, тут же, вот это как-то раз, она открывает, она же вот сразу открывает ежедневник, записывает, дальше идет звонок, дальше она может позвонить, например, в 8 вечера, вот, да, или в 10, вот, вот, она думает. Я не могу почитать тебе Лескову, а? Нет, она говорит, она позвонила в этот же день и сказала, что да, поддержка будет, поддержка будет на уровне администрации города и правительства. И это было удивительно, абсолютно. Абоглоба? Надежда Ивановна? Да, Надежда Ивановна, это вообще такой подарок сарского плеча, то есть нам предоставили место. Да, предоставили место. И какое место? Не просто место, да, это место, ну, у нас в городе, это, кстати, это такое эхо, эхо советского классного Амура, да, вот, ресторана Амур, мне кажется, это вот такое, вот, это могло бы быть прям, вот, новым рестораном Амур, да. И не просто нам предоставили площадку, нам предоставили команду, очень сплоченную, режиссеров, музыкальных руководителей, звукооператоров, видеооператоров, да, они, это целый завод, это город, это государство в государство. ОКЦ это государство в государство, там делают ролики, видеоролики, пишут рекламу, все это баннеры заказывают, делают, как там все, что-то муравейник такой. И заметьте, вход бесплатный. Это вообще удивительно. То есть можно прийти и все. Я думаю, вы знаете, я думаю, что, вот, не зря мне попалась вот эта информация по Роспечати, вот, они как-то столкнулись между собой, это как-то, они, они, душки. Ну, то есть в целом вы с этим утверждением Роспечати о том, что… Я не согласен, абсолютно. Я не согласен, почему? Потому что все вот эти построения, РОС там, там, и прочее, прочее, печати и всяких, то есть они говорят, что, ну, Московская область, да, 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 все, конечно, первое. Но мы же знаем, что вот все вот эти вещи, все выводы, они строятся на чем, что кто вовремя подал документы, да, вот, например, отчетность, просто написал, да, у нас там, там, 50 библиотек, там, да, на квадратный сантиметр. Какие-то формальные. Да, я думаю, формальные. Никто же не считает, сколько сказок мама ночью, на ночь, дядя, рассказывает ребенку, никто же вот с микрофоном тут, мама не подает ведомости, потом никто не… Не видел твою библиотеку, которую побило бы сей короткой. Сколько у меня книг дома, никто не слышит, как влюбленный юноша читает стихи девушки, никто… Они чатятся, как Москве за столом, двое сидят влюбленных, видно, что это пара, они не разговаривают друг с другом, они каждый сидят и работают в чате. Мне кажется, они даже пишут друг с другом. Мы с другом, когда приходим кофе попить, да, это просто театр у микрофона. Вот заходят две девушки, делают заказ и тут же достают, вот, как вот, ну, вот ковбой кофе свои. Вот между собой сидят, мало того, ладно, хорошо. Хорошо, если селфи еще объединяет, да? Я был на свадьбе, годовщина свадьбы, это было все. Значит, ну, китайский ресторанчик, первая смена блюд, все, значит, садятся, все это съели, и перед тем, как принесут вторую смену, я думаю, сейчас все начнут говорить, пожелания там, обсуждать, ну, год свадьбы прошел, да, как там, что… Нет, все… И… А у кого и по два? И это было четыре раза, вот сколько меняли блюд, это было ужас, просто вот ужас, просто какой-то. Ребят, ну, время, просто пришло время, и вот сейчас это надо использовать очень правильно. Я думаю, да, это из-под два, из-под два, из-под два идет потихонечку, я думаю, да, это, эта идея витала в воздухе. В чем, как, на Ваш взгляд, вот, взаимосвязь, есть ли она вообще вот между… вот есть чемпионат по чтению вслух, открою, есть чтение, как чтение вслух должно повлиять вообще на чтение, повлияет ли… Конечно, конечно, здесь, здесь же очень, очень тонко и нужно все это придумалось. Во-первых, публичность, во-вторых, соревновательность. Это же, это же такие вещи, которые просто, ну, цивилизацию толкают всегда вперед. То есть ты на людях, да, то есть там где-то дома ты можешь как-то там, ну, там прилечь, там дождик идет, капает, а ты читаешь себе там, например, о Генри, да, вот. А здесь же люди смотрят, тебе надо показать, а ты еще с девушкой пришел, ты хочешь еще выиграть всех и поехать на Дирокс, да. И еще и видео. И поэтому, конечно, в этом смысле публичность и соревновательность очень много дадут. Потом, это же не стены какого-то учебного заведения, это даже не стены библиотеки, это все вот согласно вот тому декрету номер один о демократизации искусств, который Маяковский с бурлюками написал. Да, 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 он же говорит, вон из подвалов человеческого духа, из театров, музеев, запасников, на улице, пусть картины рисуются на стенах, там, на спинах, там, на машинах. И три раза, ОКРЦ, ОКРЦ. А сейчас можно ОКРЦ. Вот, пожалуйста, и чтение выходит, даже нам-то кажется, что правильно в библиотеке зазывать людей, потому что из библиотеки люди вышли. Но они же не просто так вышли. То есть их никто не гнал палками, не бил, не платил им деньги, чтобы они ушли из библиотеки. Они как-то ушли. Это не вина библиотек. Наверное, это просто вот какое-то веяние времени. Нужно сменить регагностировку. Вот ты же помнишь, где раньше собиралась молодежь? Нет. Нет, ты не помнишь, да? Это назвалось Питак. Кинотеатр Октябрь. Это вот где сейчас Швейх, да, вот где сейчас Пекинская утка. Это назвалось Питак. Там все, там все тусовались, там кто-то приходил с пластинками, там кинотеатр Октябрь, да, пассаж. Вот. А потом все сместилось на Амурскую ярмарку. Там все стали ходить. И вот этот центр, сейчас я чувствую, как все меняется и переходит в ОКЦ. Центр стяжки. Нет, серьезно. Я сейчас не рекламой занимаюсь, абсолютно. Сейчас вот точка сборки у города, она всегда, она такая непостоянная. Она вот не на века. Но город уже нажил, понимаешь? Уже появились и посуда, и одежка, и шорты, понимаешь? И есть, что даже на завтра на день, понимаешь? И это все уже даже на помойках уже лежит. И это уже не сносить. Духово. Теперь опять появляется книга. Да, да. Кстати, книга появляется в самые, в самые вот такие времена, такие, когда нужно… Когда нужен хороший собеседник, когда нужен хороший учитель, когда надо с кем-то поговорить, обсудить и выйти из какого-то внутреннего, да, конфликта, вопроса. А книга? Нет, книга, 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 это вот для меня книга, это, конечно, это и радость, и праздник, и аптека. Я всегда, когда вот что-то случается со здоровьем, да, я рюкзак набиваю книг. Но сейчас, слава Богу, в больницах стали библиотечки такие создаваться. Это тоже такой тренд, это такое же веяние времени. Я из больниц всегда вот, там все это же можно брать, как бы, это не те библиотеки, которые были раньше, вот в 70-80-х, там же были читательские билеты, в больницах библиотеки заходили. Сейчас вот ты меня удивил еще раз. Сейчас это все. Про наши говоришь в больницах. Конечно, но вот в первой городской есть такие, и в третьей были. Такие маленькие такие стоят, и тумбочки, и там книги, я не знаю, как они туда попадают, но подозревают. Кстати, книги уже и на улицах появляются, у нас как-то стало модно оформлять в кафе, чтобы там книги стояли, книги везде. Стало модно, я вам скажу, 2000-й год или 99-й, а сын Анатолия Васильевича Телюка открывает кайф-кафе. Да, он заказал тогда нам, мы занимались рекламой с моим, другом у нас был такой Тукита, такое рекламное агентство. Так вот, Денис пришел и сказал, сделайте мне что-нибудь, сходите туда не знаю куда, чтобы это было не так, как вообще в Благовещенске. Самое интересное, что вот сейчас-то, да, это очень просто, ну, залез в интернет, да, скопипастил любой интерьер, любое название. Я вообще подозреваю, что у нас в Благовещенске, в моем любимом и мощном таком городе процентов 90 скопипастчен названий всего. Начиная там от названий каких-то там Забегалова, там ресторанов и проще всего. И только Аурская правда, нам 90 лет. Вот. Это потому что мало читают. И вот тогда, вот тогда было кафе Кайф, и тогда как раз я предложил Денису сделать библиотечку. Мы сделали такую задумку, окно в Париж, у него такое окно там было в подвале, там и Эфилева башня в нем отражалась. И здесь вот книжная полка была. Это было первое кафе у Дениса Телюка, когда в кафе были книги. И я, так сказать, к этому приложил руку. И вот оно, продолжение развития. Да. И потом это пошло, пошло, пошло. И вот очень радостно, когда ты узнаешь, что где-то это пошло, а мы были первыми. А я думаю, что пройдет какое-то время после конкурса, и у Надежды встретимся, и будет продолжение этого конкурса совершенно точно. Потому что человек, который выйдет на сцену, это не просто чтец, это уже миссионер в какой-то степени. Не просто продолжение его сценической истории, потому что ты выходишь на публику, ты выходишь на сцену, ты должен подготовиться, извините, спрятать свои пыльные ботинки. Не надо афишировать уличную пыль, надеть свежую чистую рубашечку, отглаженные брюки, на тебя смотрят люди. Девочка поддержала себя шарфиком, чтобы к лицу привлечь внимание обязательно. Ты миссионер еще и в том плане, что ты привлекаешь людей, повторюсь, там будут камеры, будет телевидение, будет пресса. Поэтому, уважаемые чтецы, на вас очень большая-большая задача миссионерская. Вернуть людям книгу, пожалуйста, выходя на сцену, забудьте о себе. Вы должны все это сделать за кулисами, размяться за час, за полчаса, вот об этом я говорю. Лучше за час. Вы знаете все свои зажимы, сложности. Если чувствуете, что осталось какое-то волнение, работайте самое простое с дыханием. Короткий вдох, продолжительный выдох прямо в пол. Жень, короткий вдох, короткий вдох, я говорю. И продолжительный выдох прямо в пол, до конца, молодец. Но, бывает и другое, не хватает энергии. Чувствуете, что устали, как говорится, бояться. Работаем с дыханием, но наоборот. Три коротких вдоха и коротенький выдох. Женя, коротенький выдох, отлично. Мы больше берем себе, меньше отдаем. Это, чтобы справиться с волнением. Это, чтобы справиться с волнением и наработать энергию. Можете себе поаплодировать уже заранее. Нагнать себе волну. Вообще, ручки надо разминать. Обязательно. Ручки обязательно, вот эти вот тактильные вот эти вещи, обязательно их нужно разминать. Вот обязательно. Просто вот даже вот лапки, лапки, лапки. Вы знаете, я вспоминаю советы мамы своей, Царство Небесное. Мне всегда это было смешно. Я говорю, Женя, ну ты, ну почему ты не улыбаешься? А у нас тогда было не модно фотографироваться с парнями. Ну мы же такие были. Бруталы. Ну такие, все такие. Серьезно? Ну такие, да. Ну все. Без улыбок. Ну только очень не модно. А потом волосы все закрыты. Она говорит, ну что ты не улыбаешься? Ни одной нормальной фотографии. И говорит, и вот это что у тебя за тургор? Надо вот так вот. Я недавно читаю, вот с этого утра начинается. Вот пожалуйста. Разминочка. Все орудия труда разминаем активно. Да, да, да. Готовимся. То есть это все, чтобы кровушка пошла, чтобы немножечко… Раскачать себя, безусловно. Чтобы выйдя на сцену, вы дали эту энергию слова и красоту. Не бросайте фразы на полпути. Любите каждую букву. Проговаривайте ее. Смакуйте. Вы ведущий. Публика ведомая. Не надо думать о том, как вы выглядите. Все, уже поздняк метаться. Вы уже на сцене. Думайте только о ваших нескольких минутах славы, когда вы практически в соавторстве с великими даете красоту фразы, красоту написанного. До точки. Не бросай. Вот это очень важно. Это очень важно понимать и знать, и быть уверенным, что твое понимание этой книги, твое произношение, оно дает ей новую жизнь, новый смысл, вообще новое название. Отрывок можно прочитать так, как никто не читал. Это будет совершенно другое. Вот есть в литературе рецептивная такая методика. Как тебя слышат, вот это и есть смысл произведения. Не то, что как там Олег Николаевич задумал там «Войну и мир», а как я его услышал, вот это и есть. То есть вот этот уже монологизм, вот я такой весь пьедестальный, бронзовый написал, и навеки этот смысл остался. Нет. Это то, как тебя поймут. Вот это и будет. А я вот опять хочу вернуться к вообще популярности чтения. Может ли человек, который не читает или читает только журналы, газеты, многие считают, что если они это делают, то они уже читающие люди, могут себя вполне так называть. Вот может ли человек, который не читает художественную литературу, прийти на чемпионат, почти не вслух, блестяще прочитать и выиграть? Гипотетически, может я все обсуждаю, так чтобы кого-то привлечь еще к этому конкурсу? Гипотетически может. Может, возможно, если у него есть самая любимая книга, и он ее читает много раз, ну, например, Библия, да, например, или О'Генри, или Виктория Токарева, Томик. То есть можно на одной книге, на одной книге наработать себе вот такие почерки языковые. Артистизм подачи, безусловно, можно, но ведь это же будет экспромт для чипчика, потому что он открывает конверт и видит, ого, это не О'Генри, это О'Владимир Набоков, это Пастернак, Лёлик, все пропало. Поэтому, Женя, мы уходим с тобой тоже читать, разминаться и готовиться. Кстати, Вы с книгой пришли. Зачем она Вам? Да, это Набоков, которого я как раз прихватил в больнице, потому что не мог мне прихватить. С разрешением? Просто нет без разрешения, потому что они как бы ничьи, и ты приносишь взамен какие-то другие книги. Вот. Ну, например, просто я не могу вот от столкновения с такими-то вещами. Например, понимаете, одно время, долгое время я считал как бы Набоков таким вот стилистом, холодным таким, высокомерным где-то, и вот тут вот просто вот у нас встреча произошла. Ну, вот, например, целые дни после получения письма он был полон дрожащего счастья. Ну, как это? Дрожащий? Никто! Это, или, например, розовато млеющее небо, где блестел как прозрачный обрезок ногтя юный месяц. Как это? Ну, это же вкусная теща. Или, завтра же я увезу ее под малон с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа. Ну, это практически Платонов, только вот как вот с другого ракурса. Почерк был мелкий, кругленький, словно бегущий на цыпочках. Ну, как это? Машенька в последний миг брала слово «назад», точки были очень крупные, решительные, зато запятых было мало. То есть, ну, такие вещи человек вот как-то в слово облекает, вот и... я просто вот не... Ну, хочется поставить восклицательный знак. Сейчас. Или, а завтра? Он жмурился и шумно вздыхал, представляя себе, как завтра с позаранку пойдет на вокзал, как будет ждать на платформе, как хлынет поезд. Хлынет поезд. Ну, это же... Вот ради этого, я думаю, вот эти все чемпионаты и конкурсы, чтобы это было услышано, потому что... Ну что, я вот наслаждаюсь, да? Вот я читаю, а как, чтобы этим еще с другими поделиться? Хочется поделиться прекрасным, как нужным, большим количеством людей. Поэтому в воскресенье все в ОКЦ. Начало? Начало 18.00 в ресторане ОКЦ. Мы ждем вообще массу народа, потому что там посадочных мест едва ли нет 250, и мы ждем всех ковырельщиков, врачей, полицию, налоговую инспекцию... Вот это хорошо, правильно. Да, людей, которые сталкиваются в своей жизни с циркулярами большей семьей, а хотелось бы, чтобы мы увидели их лицо не только вот в окошке, да? Вот ДПС, да, ГАИ... И всех читателей и зрителей о русской правде. Да. Спасибо вам большое. Обязательно. Особенно влюбленных. Ждем влюбленных. Спасибо вам большое.